Экстренная помощь. Часто именно так начинается лечение. Станция скорой медицинской помощи, по признанию медиков, головное учреждение службы здравоохранения края. На то есть прямые причины. От их своевременности, профессионализма зависит того, будет пациент жить или нет. Вольно госпитализировать пациента. Нужно было, это их работа была, и они с ней справились. Праздник у работника скорой медпомощи несколько лет. Его основали во время пандемии, так как работники скорой первыми столкнулись с тогда еще неизвестной заразной инфекцией. Но помимо коронавируса они спасали от инфарктов, инсультов. Не страшно доверить свою жизнь, жизнь своих родственников и знакомых. Я за них вручаюсь, я им доверяю, как самой себе. Еще вчера тромболизм для нас с вами был чем-то эксклюзивным. Сегодня, по сути дела, это наша с вами рутинная практика. А бумажная работа перешла в электронный формат. На торжественном мероприятии руководители медучреждений подчеркнули, что работа медиков – это постоянное развитие. Работа скорой помощи достаточно важна. Она и была всегда важна. И сейчас особенно в период пандемии, когда мы переживаем очень большие трудности по взаимодействию, даже в связи с тем, что пациенты тоже непростые. Медики подчеркивают, что большую поддержку в сфере оказала Единая Россия. Гуманитарная помощь, предоставление расходных материалов, наполнение контакт-центров. Мой папа работал водителем на скорой помощи, на арене мобиле. Иногда доли секунды, минуты, секунды, они определяют, выживет ли человек. Дальнейшее лечение тоже во многом зависит от скорой помощи. И по признанию руководителя медучреждений, работники скорой успешно справляются с этой миссией. Анастасия Дороган, день с толком.